В Национальном музее Бурятии открылась выставка «Лики Гассериады». Материалы о победителе зла и борце за свет и добро, отважном герое из бурятского эпоса Гассеру, были собраны для широких масс в Музее истории Бурятии. Героический эпос Гассер – уникальный памятник духовной культуры бурятского народа. Этот эпос считает своим не только буряты, но и многие другие народы Центральной Азии – тибетцы, монголы, тувинцы, алтайцы, калмыки. ГСР стал символом Центрально-Азиатской общности различных культур и традиций. Если записанные тысячи лет назад Илиада и Одиссея перестали исполняться сказителями, передаваться из уст в уста, то ГСР дошел до нас в литературной и фольклорной традиции во множестве версий, которые отличаются богатством сюжетов и своеобразием художественных приемов. У одних народов эпос записан в стихах, у других – в прозе. Отличаются особенности композиции, компоновка сюжетов, система образов. Но фигура ГСР, сына небесного божества, посланного в мир для борьбы со злом, остается постоянной. Хотел бы напомнить, что в будущем году исполняется 1020 лет со дня появления бурятского греческого эпоса ГСР. Наверное, многие помнят, что в 90-х годах, начиная с 91-й по 95-й год, прошел целый цикл мероприятий, театрно-фольклорных мероприятий, посвященных эпосу ГСР в связи с тысячелетиями. И это шествие фольклорных мероприятий, оно подвигнуло на возрождение многих наших старинных обычаев, которые были в советское время подзабыты, наших национальных традиций, возвращение исторической памяти и многого того, что составляет нашу культуру, нашу память и наша достоинство национальная. И в 1995 году в Улан-Удэ состоялся завершающий этап празднования тысячелетия эпоса ГСР. И вот поэтому точку отчета мы берем в 1995 год и получается в будущем году как бы тысячи двадцать лет. На выставке были представлены разные собрания сочинения ГСР. Посетители ознакомились с версиями Пехана Петрова и Михаила Хомонова в переводе Александра Бадмаева. Стали забывать традиции, стали забывать вот эти сказания, стали забывать даже такое понятие, что такое улеген. И вот хотя бы вот здесь, придя на выставку, послушав вот эти вот электронные, видите, здесь мы установили специально электронные устройства, да, здесь мы представляем различные варианты улегера в исполнении сказителей. То есть звуковое сопровождение будет. Бурятская ГСР является плоть от плоти продуктом национального фольклора, одним из выдающихся памятников национальной художественной культуры. Героические эпосы ГСР являются частью мирового литературного наследия и представляют собой общегуманитарную ценность по признанию ЮНЕСКО. В фондах «Имбит Соран» хранится около 200 улегеров эпических поэм, размеры которых колеблются от 5 тысяч до 20 тысяч стихов. Полные же варианты эпосы ГСР имеют более 100 тысяч стихов. Для сравнения можно привести Гомеровскую Илиаду, в которой не более 27 тысяч стихов. И это только эпическая форма бурятской устной литературы. Если говорить об изданиях эпоса ГСР, то в народе широко известен сводный текст эпоса ГСР, составленный нам жилом Балдано. Но это такой вот собранный воедино, немало в это вложил труда нам жил Гармавич Балдано, он свел воедино несколько, где-то 9 версий вариантов ГСР и опубликовал. И поэтому он широко очень известен в народе, и эта книга очень популярна и любима. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Гессариада рождалась, как выдох, тоски о прекрасном и вечном. Гребни вершин вырастали из камешков, сложенных в память о предков. В Национальном музее Бурятии продолжится проведение интересных мероприятий, в том числе 17 мая состоится Всероссийская акция «Ночь в музее». В музее истории Бурятии пройдут викторины, конкурсы и мастер-классы и даже зурхэ-сианс прием астролога. Посетители развлекут и большой концертно-развлекательной программы. В художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставки фотохудожника Юрия Извекова, где можно поучиться и у мастера. А на выставке «Путь воина» можно сфотографироваться в настоящих военных заспехах. Тем более на это может вдохновить демонстрация поединка средневековых воинов. В музее будет работать творческая мастерская «Смотри, пробуй, участвуй», где любители творить своими руками ждут новые интересные занятия для взрослых и детей. И призы! В музее природы Бурятии можно побывать в гостях у человека-охотника, совершить ночные прогулки по лесу и увидеть страну воображарию. А в Новоселингинском музее декабристов пройдет конкурс «Мистер и Мисс Музей». Акция «Ночь в музее» распахнет двери с 19 до 23 часов вечера 17 мая. Приглашаем прикоснуться к музейным тайнам.